Дякую, Виктория Хедоровна. А на сцену с великою радостью запрошу Шаволу Александровичу Амонателю. Здравствуйте, дорогие друзья. В некоторый раз я выступаю с этой трибуны и всегда остаюсь таким богатым тем, что посмотрю на вас и получаю какое-то внутреннее удовлетворение, понимаете, роскошь общения от вас. Огромное спасибо за вашу доброту, за вашу чуткость и за все, что вы творите на благо и Украины, и мира тоже. Когда я готовился для вас, я выбирал мысли, о чем говорите, с чего начинать. Ну вот, решил сделать такое. В этом году в Грузии, в нашем маленьком городе Солнце, собрался координационный совет. Человек там более 70. Мы три дня обсуждали разные вопросы, но самый главный был вопрос о семье. Какие дать семье рекомендации? Вообще, когда мы вырабатывали в прошлые годы некие документы, мы трудились очень усердно и долго, за каждым словом. На этот раз тоже, в первый же день, выбрали комиссию и поручили им дать нам проект. И какое было мое удивление, когда они сказали, члене комиссии, у нас уже все готово. В тот же день. Вот я хочу зачитать сейчас этот документ. Это не длинная бумага. Я ожидал, что это будет на страницах двух, трех, может быть. Но всего на полстраницы. А под подписали это 73 человека. Все члены кардиционного совета. Итак, маленький текст. Семья. Заветы гуманной педагогики. Семья – союз неба и земли, мужчины и женщины, родители и детей, предков и потомков двух разных родов, предназначены для воспитания счастливого человека, несущего благо своему роду и роду человеческому. Счастливая семья строится на принципах любви, духовной общности, сотворчества, сотрудничества, взаимоважения, взаимопонимания, сочувствия, милосердия и бескористового служения. И тут же добавлено семь таких, не знаю, как это назвать, ну, определений, что ли, для семьи. Первое. Любить безусловно всеми. Второе. Служить бескористно. Третье. Творить совместно. Четвертое. Верить безгранично. Пятое. Уважать безмерно. Шестое. Прощать великодушно. Седьмое. Помнить свято. Вот я не знаю, хорошие мои, годите мне вот эти мысли, эти заветы гуманной педагогики, для того, чтобы семья действительно процветала и была счастлива. Если годится, тверите это, пожалуйста, для развития семьи. Помогайте, помните, ведь имеете в своей семье, учителя, у вас семья тоже. Семья ваша тоже нуждается в каких-то общих основах, заветах. А это предлагает вам координационный совет в составе 73 человека. Подписи здесь у меня имеются. Ну вот, в том же году, то есть в этом же году, спустя месяц собрались уже курсанты. У нас там курсы проводятся в учете для родителей, для учителей. И они обычно приезжают с детьми, подростками, маленькими, старшими, детьми. Для детей особая программа, для взрослых другая программа. И вот для детей мы создали парламент. Там объединились ребята с 9-7 до 15-16 лет. Их было человек 25. Они собирались ежедневно и обсуждали некие вопросы. Политические, экономические, философские, жизненные. Мы не вмешивались в это обсуждение, просто сидели рядом. Иногда тоже включались как участники этого парламента. И вот дети сами захотели выработать обращение к родителям. Сами захотели, а мир с паатой и со всеми еще. Очень за эти цели родители не допускали на заседание этого парламента. Дети долго обсуждали, притом 3 дня обсуждали вопрос, какие они хотят просьбы, виденную в отношении родителей. И что у них, в конце концов, получилось. И они подписали этот документ тоже. Обращение к родителям. Я думаю, что это каждый ваш ребенок обращается к вам. Дорогие и любимые родители, для нас очень важно, чтобы в нашей семье было много радости и успехов. Поэтому просим вас придерживаться наших следующих пожеланий. Старайтесь любить нас бескориственно. Пожалуйста, поддерживайте, когда нам трудно. Защищайте, заботьтесь, помогайте, успокаивайте, проявляйте чуткость. Третье. Научите слушать и слышать нас. Для нас очень ценно, друзья. Четвертое. Если вы будете делиться с нами вашими сокровенными переживаниями. Пятое. Нам очень важно видеть, что вы сами соблюдаете правила, которые вы предлагаете нам. Четвертое. Позвольте нам иметь свободу, выбор. Седьмое. Постарайтесь видеть в нас неповторимую личность и не сравнивать с другими. Восьмое. Пожалуйста, говорите нам правду, чтобы мы учились у вас честности. Девятое. Пожалуйста, покажите своим примером, как признавать свои агрессии. Ошибки и извини, извиняться. Десятое. Будьте для нас друзьями и общайтесь с нами на равных. Одиннадцатое. Уделяйте нам как можно больше времени. Понимаете, вот дети, не зная гуманную педагогику, излагают свои мысли, потом они это шлифовали, каждое слово обговаривали, чтобы императивно выжигали свои агрессии, потом скажут, так нельзя говорить с родителями. Заменили дом. Сплошная гуманная педагогика. Дети просто. Мамы, папы наши, у тебя наши. Пожалуйста, будьте вот такими. А мы же внуковчили станем. Но после того, как они завершили эту работу, кто-то маленький, мальчик очень такой маленький, но философ велик, ему всего 7 лет, а философия не 7-летнего мальчика, а уже взрослого очень. Он сказал, так нельзя. Не обращаясь к родителям, надо обратиться к самому себе тоже. Кто мы есть для наших родителей и как мы должны быть. И вот они, этот парламент, выработал обращение к самому себе. Дети обращаются к самому себе. Первое. Почитать родителей таких, какие они есть. Уважать их и любить бескористо. То есть, они согласны любить родителей гуманных и негуманных, авторитарных, так, властных или всепрощающих всех. Второе. Научиться просить совета и уметь принимать помощь. Третье. Не хранить обиду на родителей и самим стараться делать первые шаги навстречу. Самим стараться делать первые шаги навстречу. Четвертое. Проявлять заботу и чуткость, помогать и доставлять радость родителям. Пятое. Быть откровенными и правдивыми. Четвертое. Случай конфликтов, конфликтной ситуации между родителями. Помнить о том, что мы дети обоих родителей и не принимать чью-либо сторону. Седьмое. Последнее. Быть благодарными за все, что получаем от родителей. Помня, что все исходят от любви. Вот так и выработали наши дети. То есть парламентарии. Росьба в отношении родителей и обращение к самому себе. Я еще раз повторяю. Я не знаю, откуда это. Но дети уже рождаются гуманными. Они такие. Не хочет много правды. И не очень много. У них просто нет лжи. А потом они откуда-то это принимают. Нету злоби. Но откуда-то от кого-то это принимают. Нету пакостных привычек. Но от кого-то это принимают потом. Так. А не от рождения добрые. Говорится о том, что дети агрессивные. И даже не очень осторожно применять это понятие. Они не агрессивные. И просто создали условия, где они вынуждены защитить себя. А нам это кажется агрессией со стороны детей. Дети приходят действительно другие. Не те, которых мы знали. Скажем, в 70-е годы. В 80-е, значит, начать в 90-е годы. Дети 21 века. Другое поколение, хорошие мои друзья. Совсем другое. С другими устремлениями. И миссия их тоже, наверное, другая. Особенная. Так же, как другая была миссия детей 60-х годов, 50-60-х годов. Которых называли акселератами. И которые принесли нам компьютеры. Принесли нам мобильники наши. Которые теми, чем мы сейчас кетчимся. Открыли нам интернет. Это дети. Сделали дети акселераты. А мы пользуемся этим. И пользователи тех великооткрытий. Которые нам щедро принесли. Как дети акселераты. Вот сейчас приходит новое поколение детей. Я иногда смотрю эту русскую передачу лучше всех. Это детская передача. Для детей ведет известный там шоумен. Жалею, что эта передача превращается в шоу. Но смотрю, потому что дети там. Они не виновны в этом взрослых увлечениях. И там один мальчик был. Посмотрите вы в ютубе. Может быть, чтобы удостовериться мои слова. Мальчик Тимофей Цой. И Галкин, который ведет мальчика к какому-то аппарату, чтобы он там нажал на кнопку. На экране откроется флаг. А он должен тут же сказать. Че этот флаг? Какая столица? Страна? И тому подобное. Назвать все это. А мальчику ведь в счастье маленький он. И когда ведущий ведет его к этому аппарату, он спрашивает, у тебя что, своя система запоминания есть? И вот сейчас послушаю, что он ответил. Но вот мы не хотим дальше идти. Дальше вот от этого ответа. Мальчик сказал, нет, я сам хотел такой родиться. Бог мне лучше спросить, мальчик, когда ты этого хотел, такой родиться? Наверное, до рождения, что ли, потому что, когда он уже родился, тогда захотеть то же самое уже было поздно. Но этот вопрос не задали. Друзья мои, задавайте иногда вашим детям эти вопросы. Детям, которые у вас есть в семье, и маме, и папе тоже, так, дедушке, бабушке. Задавайте такие вопросы детей. А ты с чем родился? Откуда пришел? Что ты нам принес? Дети до 6 лет, не возраста, вам об этом скажут. Многие скажут. Прислушивайтесь, пожалуйста, к мудростям ваших детей. Они приходят с этими первообитными какими-то знаниями. Они, правда, очень богаты чем-то. И все это богатство, которое несет новое поколение детей, не умещается в нашей педагогике. Наша педагогика узкая, даже губанная педагогика не выдерживает этих детей, не говоря уже о авторитарной, обычной педагогике. Пожалуйста, сматривайтесь в глаза. И, может быть, от них мы тоже повзрослеем. Мы, может быть, более дети, чем наши дети. Так, у нас не хватает чистота, не хватает правдивости, сердечности. Безусловно, любви не хватает к этому призывать дети. Будьте такими, вернитесь к первым истокам. Вот мы, первоистоки для вас. Кто дети для нас? Дети – камни преткновения для семьи. Камни преткновения нашей человечности. Нашего терпения, нашей мудрости. Немудрые люди. Вот приходит ребенок к вам в семье. Приходит он в класс и садится за партою. Если у вас есть мудрость, нету, тогда учитесь у ребенка. Он вам поможет. Лучше учитель, конечно, радуется тому ребенку, который, как сейчас говорят, говорим, тугаду, умственно вот такой, отсталый. Или не случится, гиперактивный, гиперактивный. Как это фугает учителя, это понятие, дети гиперактивные. А мы должны радоваться гиперактивности. Ибо дети говорят нам со своей гиперактивностью. А учитель, расчелись, пожалуйста, может быть, творческим. Бери меня таким. Дай мне твою педагогику новую. Я не могу угомониться. Вот я такой. Дай мне тоже неугомонную такую педагогику. Я буду другим. А мы идем. С чем? Идем с предметом в руках. Скажем, садитесь, слушайте внимательно. Некий учитель откроет учебники. И с учебник будет там им диктовать задачи. Кого-то поставить по доске и ты пиши, а вы записываете. Учитель идет к ненейшим детям с предметом в руках. Что станет с этим учеником? Учениками. И в России, в Украине, до сих пор помнят, педагогику сотрудничества. И деды говорят, что мы по педагогике сотрудничества трудимся. Это хорошая педагогика. И украинские, и российские, да не только такие учебники, отразили понятие сотрудничества в учебниках-педагогике. Но ведь те, которые якобы знают педагогику сотрудничества, упустили основу этой педагогики. Там, где и вещи вот такие, понимаете? Обычно учителя гордятся своими сильными учениками. Мы же гордимся, сказано в педагогике сотрудничества, слабыми, которых сделали сильными. У вас сколько пальцев? Пересчитайте, пожалуйста. Сколько слабых вы сделали? Не то, что из двоечников вытащили. Нет, сделали сильными. Таланты им сделали. Вот там и становится учитель-мастер своего тела. Этот ребенок специально пришел к вам, чтобы испытать ваше искусство. Точить свое педагогическое мастерство, свой талант точить. Вот это первое. Первая мудрость педагогики сотрудничества. И вторая мудрость. Обычно учителя идут к детям с предметом в руках. Итак, мы же идем вместе с детьми к предмету. Чувствуете разницу? Идти с ребенком с предметом в руках, это значит встаньте, садитесь, слушайте внимательно, записывайте. Не приходите без этого, домашнее задание. Маму приведи, отца приведи. Вот это и есть. Идти к детям с предметом в руках. А если с детьми вместе идти к предмету, это уже значит творчество, поиск, восхожение. Это значит устремленность, духовная общность. О чем я читал Суховницкий? Духовная общность, общность. Хорошие мои друзья, пожалуйста, переоцените ваше отношение к детям. Если у вас сложилась с вашими детьми духовная общность, сложилась эта. Только не вообразите, что сложилась. Внимательно посмотрите. Там, где есть духовная общность, а это складывается только на почве любви, взаимной любви. Иначе нет. На почве терпения, иначе нет. На почве помощи, сострадания, пощады. Иначе это не состоится, эта общность. А Великий Педагог нам говорит, без этой общности не будет воспитания. Постыне просто не будет. Вот это духовная общность. Я думал еще о том, что мне еще вам сказать, для того, чтобы это стало фундаментом для нашей не только правоственной жизни, или семейного воспитания, или школьного, но вообще для нашей жизни в целом. Я был иногда в Калининграде, люблю этот город почему-то, не особенно, когда я там бываю, а особенно с огромным почтением посещаю могилу Канта. Там и стоит огромная такая кирха, где приучилась и православная церковь там. И вот могила Канта, так? Она могила, написана в мире известная мудрость великого философа. Меня восхищают две вещи, говорил он. Звездное небо надо мною, и нравственный закон во мне. Действительно стоит восхищение. Кто это создал, это мироздание? Удивительно, смотришь на это, звездное небо. Такой порядок, такая красота, изумительно все. Все. Все на своем месте стоит. Все движется по законам мудрости, по каким-то клуботным законам. Наш разум, может быть, этого не постигнет. Не знаю, восхищущие в этой эпохе. Даже бехи, эти мудрейшие люди, бьются на это, но и у порога этого. Правда? Это сложная вещь. Вот же вещь, которая восхищает великого Канта. Но я не Канта. Я просто в Ушатинске, Амунашвили, Шанва. Но тоже задумался. А есть то, что меня тоже могут восхитить? Тоже же вещи такие. И, знаете, не сам это, конечно. Это мне помогли прекрасные источники. Я очень люблю и религиозные истоки. Очень уважаю и люблю христианские истоки, Библию. Особенно Новый Завет. Уважаю очень Коран. Там очень много мудрости. Буддийские джатаки я часто пристрастно читаю. Сейчас в последнее время в ведическом текстах тоже пристрастился. Что бы делать? Там мудрости, педагогики. А где мудрость, там чуется не надо. Не надо. Если даже тот, который, ну, как говорят иногда, это сатана несет мудрость, а эта мудрость поможет вам свет умножать, берите от него эту мудрость. Эта мудрость – это золото. И это золото ни на что не поменять. Ну вот, разные источники, мои размышления, и я нашел то же две вещи, которые меня просто восхищают. Это первое, ничем я сейчас удивляться вас не буду, это первое, что я мыслю. Я мыслящее существо, мысль человеческая вообще. Вас не восхищает это, что мы мыслящие люди, мыслим. Мы можем творить мысли, мы создатели мыслей вообще. Так? Я мыслящее существо. Когда я это для себя познал, к сожалению, это поздно пришло ко мне, конечно, очень поздно, но мне жалко стало самому себя, но еще и возгордился. Так? Я мыслящее существо. И как-то начал к самому себе трепетно относиться. Так? Мысль. К себе и к своим мыслям. Но есть и второе, которое меня просто восхищает. Есть и прекрасный источник, который я имею в виду, говорят, что мысль есть всеначальная энергия. В начале было слово. Вот это и есть мысль. Канта восхищает. Канта восхищает звездное небо. Пусть восхищает ему еще вот это начало, потому что звездное небо от этого логоса произошло. Звездное небо. Так? Но одно дело мысль, но это идея, но надо потом сотворить звездное небо. Так? Сотворить этот великолепный храм, университет Драгоманова, где мы сейчас такое, так непрекрасные дни будем проводить. Так? И что это за энергия вторая? Всеначальная нужна всетворящая энергия. И что же это? Любовь. Я могу любить. Просто я могу любить. И если я не люблю все, что вокруг меня, во мне, всех, которые меня окружают, все, что я делаю, тогда если я не люблю, значит я тем самым себя унижаю. Я не мыслю, ну кто же я такой? Я не люблю, так кто же я тогда? Так? Кем меня будет называть? Один источник таких людей называют двуногими. Здесь двуногие. Так? Не уважают слово «мысль», двуногие не любят. Все. Начальная энергия – это мысль. А плюс к этому всетворяющая энергия. Это любовь. Ничего не создайте без этих двух вещей. Назовите что хотите. Что хотите. Ничего в мире не существует без всеначальной энергии, а это самая могущественная энергия. Мысль. И без любви. Всетворяющая энергия. Но тут же надо кое-какие комментарии делать. Кое-какие комментарии. Мысль есть возвышенная, высокая и пакостая. Мысль чистая. Знаете, до какой чистоты мысли. Вот зажмите свечу, пожалуйста, когда будете дома. И посмотрите, как там пламя горит. Там несколько таких цветов. Переходя, вот яркий цвет, белый-белый, а потом нашелся фиолетовый цвет. Вот это и есть мысль. Фиолетовый цвет. Так, чистая. Может, когда-либо вы переживали это, вот закрываешь глаза, о чем-то мечтаешь, прекрасно, возвышенно, и вдруг в глазах появляется этот цвет фиолетовый. Чем чаще будете думать, выяснить о прекрасном, о хорошем, о добром, о любимом, о любых делах, о созидании, о благе, тем часто приходится этот фиолетовый огонь, как исцеляющая, творящая эта мысль. Мысль, которая тут же смешивается с любовью. Они вместе. Так, вот чистая мысль. Потому, может быть, следует нам задуматься, как в себе самих воспитывать чистую мысль, прекрасную мысль, чтобы меньше было пакостей в мыслях наших. Саранчак, как говорит, опять-таки, уважаемая моя, для меня источник, уважаемый, так, саранчак мысль, так, злоба было меньше, зависти было меньше и так далее. Иначе, это все загрязняет мысль. Так, экология мысли. Самая важная экология – это экология мысли. Если мысли чистые, то мир просветает. Мир просветает через нас. А как только мысли закрадывается грязь, а это грязь от наших, ну, некачественных чувств, то мысли становятся разрушительными. Поэтому я горжусь тем, что стараюсь быть чистомыслящим, добромыслящим, прекрасно мыслящим, не знаю, как это сказать, от человека. Можно ли вот такой же воспитывать и в семье, в детях, и то же самое воспитывать в классе, с детьми? Нужно ли, чтобы мы сами тоже были яркими, представителями? Или же, в конце концов, как дети просят вот этих обращений, или искренними с детьми сказать, мы сами не являемся чистомыслящим, но давайте вместе, я тоже буду стараться, вы тоже постарайтесь. Вместе с детьми расти. Пусть не думает кто-то, что он уже повзрослеет, там уже, ну, 50 лет, может быть, больше, а мне 86. А 86, а я не считаю себя стариком, потому что я же молодой, я еще не повзрослею. Много чего не хватает. Много. Любовь тоже бывает разным. Любовь. Говорят, любовь небесная, любовь земная. Это разная любовь. Это не значит, что небесная любовь мы должны любить там, когда переселимся, там, вот там будем любить. А здесь нет. Реже до того, чтобы мы сейчас научились небесной любви. Вот сейчас научились. Как и это. Первая черта – это безусловность. Любить, пожалуйста. Любить своего сына безо всяких, не потому что он сын, а потому что он человек. Я еще больше расскажу. Надо каждого ребенка, каждому человеку любить, потому что в первую очередь в них искра Божия. Надо любить не самого человека, с его, скажем, внешними и так далее проявлениями, а в том, что в нем Бог. И Бога люблю в него. Бога. Если даже он ошибается, не так, не то делает, не то говорит и так далее, поможем тому. А в нем я люблю Бога. Вот это и есть небесная любовь. Любовь безусловная. Любовь всемогущая, всетворящая. Всетворящая. Педагоги давно познали. Могущество любви в семье, в школе, в общении с детьми вообще. Это первую очередь об этом заговорил, и прекрасно заговорил Пестолоций, Юганг Гермих, Пестолоций, который сказал, для меня нет никакого метода, никакого метода, в котором не было бы любви. Он не принимает никакого метода. А что технологии, технологии. Никто не скажет, да какая технология, справа любовь должна быть, а потом технология приложить. Если нет любви, то тогда вот, говорим нам прекрасный философ, тогда до робота будем выстраивать наших детях. И вот технология, это их принадлежность. Нам не технологии нужны, а в первую очередь, чем обогреть учебники, программы, методы, чем обогреть, уроки. Чем обогреть эти уроки? Чтобы и вам было хорошо, детям было хорошо. Так, вы росли, и дети за вами шли. Так, как это? А это сделает, в первую очередь, возвещенную мысль и, безусловно, любовь. Любить свое дело, любить эту классную комнату, любить эту доску, любить этого ребенка, который там, и там, который гиперактивно мешает, не мешает, не дает мне покоя. Надо любить, и маму звать, чтобы она наказала своего ребенка, не указала, как надо и вести себя. И там, нет, и там, зачем я для него существую? Помогите семьям, пожалуйста. Семье очень трудно сейчас. На Украине, в Казахстане, где-то я только не бывал, всюду одна тенденция. Родители с радостью не отдали своих детей в школе, если бы имели бы возможность. А где такая малюсенькая возможность? В первых классах родители не отдают своих детей. Это называется семейное воспитание, семейное образование. Так? Казахстан как-то контролирует это, но вот семейное. Почему это делается, хорошие мои друзья? Потому что кто-то не доверяет школе. Почему не доверяет? Мало любви, в первую очередь. Мало возвышенных мыслей. А если этого нету, духовной общественности не бывает. А если общественности не будет, то воспитания не будет. Воспитание есть именно в питании духовного усердия нашими источниками любви, уважения и тому подобное. Ну вот, эти мысли, если они пригодны, примите, пожалуйста, их для вашей жизни, для себя. Мы тоже хотим, повторяю, должны чистить вот эту коробку где очень много жизнь забросила, очень много нежелательного чего-то. Нам надо особо от раздражения, от всего, что унижает. И неужели не от нас зависит, какими развития, творчества. И если этим будем заниматься, я не знаю, какое общее благо, но самым общим благом было бы вот именно это, это духа общества. С любовью к вам, шарламу нашу иду. АПЛОДИСМЕНТОМ АПЛОДИСМЕНТОМ Продолжаем работу нашу читан, спасу и улучшает.